Да, в эфире «Особое» на часах 13.07. Я приветствую гостя нашей студии, Валерий Турула. Добрый день, Валерий Николаевич. Добрый день. Я считаю, что вообще фамилия Турула – это такой бренд уже в нашем городе. И как-то представлять вас уже излишне. Турул, а он один такой Турул. Ну, конечно. Да. Ну, естественно, привязка к ассоциации защиты прав малого и среднего бизнеса и некоммерческое партнёрство, биотехнологический кластер Кировской области и рекотделение Российского объединённо-трудового фронта, а ещё Кировский региональный информационно-эмоциональный центр и так далее и тому подобное. Как вы всё это совмещаете в одном лице? Нет, ну, знаете, Володя, на мой взгляд, насыщенность жизни, её результативность, она определяется способностью соединить множество дел, казалось бы, параллельных, в единое дело. И вот это вот… Это методика такая. Да, да, творческий подход к решению, казалось бы, текущих дел, но как единого процесса, я думаю, что это… Ну, она называется технологией критических цепочек. В 10 раз повышает производительность человеческой деятельности. Сложно этому научиться? Да нет, ну, сложно чего? Потому что это надо преодолевать традиционные привычки, которыми мы подвержены в семье, там, в обществе и так далее, и прививать к себе вот эту способность сначала думать, а потом делать, преодолевать, причём доводить это до автоматизма. А, к сожалению, мы сначала делаем, а потом начинаем думать, преодолевать те преграды, которые сами создаём, причём героически преодолевать. Поэтому это достаточно такая… Мы тратим на эту массу сил. Да, 9 десятых своей жизни мы тратим как раз вот на эти глупости. Давайте поговорим о выборах. Два дня всего лишь до них остаётся. 10 сентября, но НАСО. Депутатство для вас вещь такая знакомая. За плечами напомню и ОЗС, и Кировская городская дума. Да, но в этом году вам не посчастливилось поучаствовать в выборах. Нет, неправильно. Я бы сказал, не посчастливилось. Это запланировано, не допуск к участию. Давайте поподробнее об этом поговорим. 2 августа стало известно, что не все ваши подписи в городскую думу прошли проверку избирков. Вы тогда сказали, что будете отстаивать свою правоту вплоть до высших судебных инстанций. Пойдёте, как дела отстаёт? Точно. Ну, я вам скажу следующее, что, во-первых, это уже успех был, когда из 113 подписей всё же около 50 были признаны действительными, в том числе добавлены были ещё и судебные, потому что 5 лет назад там все 100% были признаны недействительными. Поэтому успех уже далицо. Я думаю, к следующим выборам в городскую думу мы пройдём этот барьер со всякими измедениями. Поэтому всё это было запланировано, и мы готовились достаточно серьёзно к судебным процедурам, и удар мы наносили по избирательной в целом системе, потому что законы, которые написаны, они позволяют манипулировать ими при условии невыполнения процедур, прописанных в Центральной избирательной комиссии. То есть по формальному признаку. По формальному признаку. И поэтому мы взяли в свою защиту... Мы имеем в виду свою команду. Да, команду. У нас 4 было одномандатных округа плюс партийный список. Мы взяли в защиту, что избирательная комиссия, не владея процедурами прописанными, они относят под законное постановление Центральной избирательной комиссии, они их не выполняют, эти процедуры. Более того, мы вскрыли, что они их не знают. И когда... Вы их в глупости увлечили, что ли? Некомпетентность? Конечно, абсолютно. Абсолютно некомпетенция, абсолютно несоблюдение тех правил, которые они должны соблюдать. Абсолютно. Это взятие с УФМС. Там должен быть приказ издаваться по областному УВД на выделение. Значит, экспертов и соответствующие правила игры должны быть по использованию и проверке подписей Федеральной миграционной службы. Это и проверка через ГАЗ-выборы. То есть, оцифровка запрещена, должны живые только подписи. А в результате избирательной комиссии сажали тупо своих администраторов системных, те переводили в цифрованный вид и сверку делали по ГАЗ-выборам. Более того, мы вскрыли факты, когда в ГАЗ-выборах умышленно занесено около 13% ошибочной информации по спискам. Поэтому говорить о том... И во что это выльется потом? Нет, мы это всё в суде показывали. Но суд, учитывая, что тут, по всей видимости, существует определённая договорённость, суд не слушал наши доводы, что нельзя проверять достоверность наших подписей до тех пор, пока не будут выполнены процедуры. Ведь если судья нарушает свои процедуры, его решение считается недействительным. Точно так же в избирательной комиссии должно быть. Но, к сожалению, суд к нам не прислушивался. И когда я, например, в судебном процессе сделал заявление и говорю, уважаемый суд, я призываю на сегодняшний день не рассматривать наши подписи, а рассматривать соблюдение процедур. И заставить своим решениям выполнить процедуры, которые предписаны избирательной комиссией, только после этого рассматривать вопрос о достоверности подписи. Нет, суд не прислушивался. Сегодня мы находимся, уже прошли инстанцию и апелляционную. Сейчас подготовлены исковые заявления в кассационную. Но условия таковы, что мы не успеваем к выборной кампании. Но останавливаться мы не будем. Вот эту дуристику, которая вскрыта нами, мы её сейчас ввели в систему прошлого года и этого года, и спокойно, методично идём к конституционному суду. Вот-вот, хотел спросить, а что это вам даст? Да, конституционный. Дата выборов уже пройдёт, а вы будете продолжать разбираться. Нет, дальше мы идём с требованием о том, чтобы привели законодательство и все подзаконные акты в соответствии с конституцией, где действительно должны быть гарантированы права избирать и быть избранными. Задел на будущее такое. Конечно. Нет, ну мы и взяли, мы же взяли, смотрите, Володя, прошлый год всю информацию, судебную процедуру, там же нас не допустили к выбору уже в Верховном суде на посмешной ситуации, когда мы написали жалобу в Верховный суд, а у нас жалобу не приняли на основании того, мы, участники процесса, не заверили у нотариуса свои заявления. То есть мы сдавали в областной суд как участники процесса на Верховный суд, как положено по процедуре. А Верховный суд нам сказал, а где гарантия, что это вы писали? Вы нотариально не заверили, нам отказали. Такой даже вообще процедуры нет. Ну это посвидетельство о том, что судебная система... И предугадать сложно, на что ещё будет совместить судебная система. Конечно! Ну что угодно. Если задача поставлена признать недействительные подписи, они будут признаны. Это уже заложено в самой системе. Сама проверка подписи проходит 7 инстанций. По нашим подсчётам, около 7-10% в каждой инстанции уже заложена вероятность ошибки. Это где-то в геометрической прогрессии где-то 49-55% уже ошибок заложено системой. То есть поэтому пройти, если всё делать, как они делают, то 100% мы... Вот я как раз вложился в эти проценты достоверных подписей, которые они мне обеспечивают. Поэтому нет, мы спокойно на это реагируем. Но чисто по-человечески не обидно? Всё-таки не получилось в этот раз? Вы понимаете, мы должны показать своему населению всю ничтожность этой выборной системы. И в конечном счёте мы подали уже заявление в Центральную избирательную комиссию, все факты вот эти собранные нами приложили, и написали, что Кировская область не готова к сегодняшним выборам, ну как минимум на уровне городском. Ни одна избирательная комиссия не владеет квалификацией и компетенциями по осуществлению правильных процедур. Следовательно, с точки зрения неподготовленности избирательных комиссий надо отменять выборы и губернатора, и выборы в городскую думу. Мы такое письмо отправили, но, к сожалению, до сегодняшнего дня ответа никакого нет. Как давно отправили, и когда должен быть ответ? Отправили где-то уже недели три. Недели три назад. Они в течение 10 дней должны дать ответ, но они не дают ответ. Видимо, поставили в тупик. Конечно. Центральная избирательная комиссия. Конечно. Вы понимаете, до смешного доходит, когда суд принимает решение, что постановление, а это закон, то есть это государственная структура, где постановление является подзаконными актами. В решении суда прям прямым текстом написано, что постановление Центральной избирательной комиссии носит рекомендательный характер. Нонсенс. То есть закон для избирательной системы носит рекомендательный характер. Это нонсенс. Это вообще ужас. И это всё нормально. Я когда в областном суде, а тот же самый был судья, который в прошлом году нам отказывал, он так заулыбался, я говорю, ваша честь, что же мы будем делать? В прошлом году вы говорили, что подзаконные акты являются как законами, которые мы должны соблюдать. В прошлый год мы имеем ввиду выборы в ВЗС. Мы же с вами тогда договаривались и вы сказали, что подзаконные акты носят законную силу и поэтому мы вам отказываем. Сегодня вы говорите, что подзаконные акты носят рекомендательный характер, на основании закона мы вам отказываем. Он заулыбался, я говорю, ну что это такое? Я говорю, а вы, товарищ прокурор, должны ставить на стражи закон, а вы молчите. Я говорю, поэтому, наверное, нам придется вам помочь в соблюдении своих функций качественных для того, чтобы законодательство все же на территории Кировской области работало. Поэтому мы пойдем до Конституционного суда, а дальше пойдем, может быть, до Международного суда. Так, обобщая, Валерий Николаевич, правильно вам поговорку примените? Камень в воду точить или сейчас? Конечно, правильно, правильно. То есть мы должны показать всю абсурдность ситуации, которая сложилась... Государство показать? Да, не населению. Государство, оно само это все делает. Оно просто нас принимает, мягко говоря, за лохов. Это мягко, я мог бы еще грубее сказать. И считает, что мы не способны это осмыслить и увидеть. Вот наша задача заключается, банально простая, показать всему населению Кировской области всю абсурдность выборной системы и ее ничтожность. А если это так, тогда это называется вообще-то кризис власти. И когда вы покажете, и когда люди, дай бог, осознают, и что дальше? Нет, а дальше наступят объективные условия для изменения действующего законодательства, которое должно все же отвечать статье Конституции, что верховенство власти должно принадлежать народу. Поэтому надо приводить все в Конституцию. На свое веку-то вы еще... Да ну, Володя, в свое время Владимир Ильич Ленин в начале 17-го года говорил, при нашей жизни, скорее всего, революции мы не дождемся. Это было в начале 17-го года, февраль и октябрь уже в течение года. Поэтому вот эта динамика развития ситуации... Вот я недавно вам как-то докладывал, что мы находимся на этапе 4-й промышленной революции. И да, Клаус Шваб, он написал, что сегодня население мира находится в состоянии сжатой пружины. Сжатая пружина – это очень опасное явление в политологии, когда люди находятся в квартире, и внутреннее неудовлетворение достигает определенной точки, но они не знают, они чувствуют себя в одиночестве, что что-то изменить не могут. И вдруг какой-то выстрел на объединение, и вот эта вся энергия выплескивается. Вот сегодня глобальный капитал, империалистический капитал, он опасается вот этой сжатой пружины. Они сегодня ищут выход, как сегодня разрядить ситуацию. Вот мы на сегодняшний день находимся в состоянии сжатой пружины, и задача заключается включить мозги у людей. То есть пробудить в них из животного и их превратить в людей в конечном счете. А нас сегодня просто в конягу превратили. За горстку овса пытаются с нас выжить все, что угодно. Небольшая пауза у нас сейчас будет. Напомню, что это особое мнение Валерия Турова. Мы продолжим через полминуты. Продолжаем наш разговор с Валерием Турова. Это его особое мнение. Еще на выборах в городскую думу хочется остановиться. Но в целом, вот ваше видение. Два дня остается, еще раз напомню, до выборов. В целом, ваш прогноз, ситуация по самовыдвиженцам, чтобы вы оценили сегодня. Буквально информация появилась о том, что некоторые смены писали, что уже после выборной некие пертурбации готовятся, перестановки. И уже называются новые люди на пост главы администрации и главы города. Безусловно, читают. Итак, зачем будет победа? Нет, вот давайте так. Я бы здесь несколько вещей обозначил. Ведь вот убрав нас с выборной кампанией, а мы все же достаточно организованная сила. И вы правильно сказали. Мы имеем в виду фронт. Российский объединенный трудовой фронт. Это не коммунистическое, это все же мелкобуржуазное движение, где имеют свое место и коммунисты, российская коммунистическая рабочая партия. Но это более такой широкий фронт, где простые люди, они стремятся установить обратную связь. Это достаточно большой слой. Последние выборы показали, что это около 5-10% голосов по городу Кирову, активно голосующих. Это достаточно серьезная процентовка. И не учитывать этого нельзя. И вот первый аспект, который я хотел сказать. Мы считаем, учитывая, что нас не пустили на выборы, мы должны на сегодняшний день идти все на выборы. Мы, в том числе Родфронт, который вроде бы должен обиженным быть, да, нас не пустили, поэтому нафиг не пойдем. Проигнорировать. Да, проигнорировать. Нет, мы призываем всех идти на выборы. И голосовать за всех. То есть призывать я против всех, голосовать я не имею права, это статья. Мы не занимаемся сейчас. Да, мы не занимаемся. А вот мы приняли решение идти и голосовать за всех. И пусть она дальше. Но задача очень простая. Показать вот эту планку всенародной избранности. Чтобы планка, она все же была не так, как вот Никита Юрьевич тогда. Маленькое количество пришло голосов, да. А 75 процентов проголосовавших создают видимость всенародной избранности. Вот задача у нас банально простая. Все же показать, что народ, в общем-то, говорит, стоп, ребята. Меньше 50 процентов у вас голосов ни о какой всенародной избранности вы не можете вести. Да, у вас большинство, да, вы там первоиспределите мандаты, да, там губернатор будет избран, и так далее. Это первый аспект. На мой взгляд, это очень серьезная вещь, когда мы будем говорить о легитимности власти. С одной стороны, она легитимна, она действительно состоялась, а с другой стороны, мы должны... Если посмотреть, сколько... Да, 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 совершенно правильно, совершенно правильно. То есть возникают достаточно серьезные проблемы. Дальше у этой власти теперь заключается обеспечить свою легитимность, засучить рукава и добиваться доверия у народа. Вот наша тактика такова. На мой взгляд, это правильная тактика. Второй аспект. Вот кто там победит и кто там будет выбор. Да, такие перестановки возможны, и я тоже слежу и отслеживаю возможные ситуации. И мы обсуждали у себя и ту же самую, скажем, кандидатуру. Мною уважаемой, кстати, Елену Васильевну Ковалевой. Да, Ковалевой. Семен Финн. Да, 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 да. У нее есть свои плюсы и минусы. И в данном отношении она все же, ну как вам сказать, она имеет способности видеть перспективу. Предвидеть. Да, видеть, предвидеть перспективу. То есть она видит тенденции, она знает их и так далее. Ну не буду там тонкостей говорить, но у нее масса недостатков. Это все же элемент управляемости присутствует. И поэтому зависимости, ну это тоже можно считать в то же время, может быть, и положительным. В власти она должна все же по вертикали быть выстроена и управляемая. Ну я, не с точки зрения меня, для меня это все плохо. А с точки зрения самой власти, наверное, это хорошо. Если в линейном таком воспринимании. Да, 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 да. Абсолютно правильно. То есть для нее это хорошо. Это единоначалие, это делегирование обязанностей и так далее. То есть процесс управляемый и так далее. Но меня-то беспокоит другое. Что мы не видим на сегодняшний день перспективы улучшения ситуации. Вот это вот очень беспокоит. Улучшение, поясните. Улучшение ситуации. Ведь для того, чтобы эффективно власть работала, то же самое у города, к примеру. В Думе должна присутствовать вот эта маленькая альтернатива. Хотя бы маленькая. Но она должна присутствовать, потому что принимаемые решения должны аргументировать свою позицию, преодолевая вот это вот препятствие. И тогда эффективность решения, она будет достаточно высокая. А имитировать, что это народы, для народа, ну извините, но это глупость. Я как-то вот в предыдущем выступлении сказал, есть там Васильев, нет Васильев. Государственные программы все равно выполнялись бы. Или вот как там я стенд вижу. Единая Россия – это партия президента. Единая Россия – это вхождение в целевые программы. Стоп, ребята. Почему нужно было? Да, да, да. Ну слушайте, ну это же, ну, как минимум идиотизм. Ну не в этом смысл-то политической борьбы. Вот мы-то такие крутые, мы сейчас в федеральные целевые программы войдем. Да без Вас войдем. Народ-то, да смысл. А Вы это понимаете, Валерий Николаевич, а среднестатистический житель города и области это понимает? Ну я не знаю, в крайнем случае, моя супруга говорит, ты смотри, наверное, за Игоря Владимировича проголосуют, потому что, смотри, вот к нам в Бахту дорогу сделали. То есть, на русской дороге делает, и говорит, о, хорошо. Да, и здорово. Ну то есть, мы же понимаем манипуляционную технологию, которая на сегодняшний день используется, показать видимость, что это связано. Когда это работать перестанет? Володь, я думаю, что Вы правильно ставите вопрос, и, может быть, я отвлекусь от темы выбора, да, но последние события, вот скажем, Северная Корея, Южная Корея и так далее, показывают, что вот эти вот вопросы, которые мы сегодня решаем здесь, они настолько мелочны по сравнению с той угрозой, которая на сегодняшний день возникает. Сегодня весь мир-то должен объединиться для того, чтобы спасти человечество. Валерий, мы вроде, если брать весь земной шар, мы вроде всегда живем в состоянии какой-то угрозы. Нет, ну такой, конечно, такой угрозы, которая сейчас есть, ядерное оружие Северной Кореи, которая сказала, мы погибнем, но и империализму не дадим в жизни. И там Трамп бряцкает оружием, Япония попыталась бряцкать, а теперь отходного дает и так далее, и там подобное. Она с санкциями давит Россию, но при этом обращается, воздействуете на Северную Корею, Китай и так далее. Такой клубок закрутился, что мама не горюй. И во что он выльется, я не знаю. То есть, по идее-то, мы сейчас должны говорить не о частном кармане и частном интересе, а мы должны говорить, как вышивать должно человечество, в том числе и в Кировской области, у кого есть трезвые мозги. Ну, наверное, нам это придется проходить, как вы сказали, чем острее вот эта угроза будет, тем быстрее проснутся мозги у людей. Вот это частно-собственническая деятельность, и когда власть превращается в элемент коммерческой деятельности, и городская, она превращается в ООО. Общество с ограниченной ответственностью, которое служит для зарабатывания денег определенной группы людей, да, лиц. То есть, ту же самую область, наверное, вот что-то должно такое воздействовать, тряхануть, чтобы мозги вправились и у этих людей, потому что они тогда должны задуматься не о своих доходах за счет других, а задуматься о своей жизни, о своих детях и так далее и тому подобное. И люди простые, которые иллюзии не будут питать, что вот их просто вокруг пальца обводят и так далее и тому подобное. И ожидать там счастливого благополучия, что вот, скажем, нам тарифы снизят, да никто их не снизит, их повысит, потому что рыночная экономика, она на этом построена. Поэтому какие-то вещи вот эти вот, как я сегодня с кем-то там разговариваю, по-моему, с Москвой, с ассоциацией кластеров и технопарков. Я говорю, ребята, мы уже искушенные люди в своей деятельности, мы отлично понимаем, что нас воспринимает ослика, перед мордой которого повесили морковку, и вот идет, идет к этой морковке, она на удочке привязана, и он думает, вот она моя морковка, да, я ее ухвачу, и в конечном счете он до окончания смерти так и доходит. Вот понимание даже вот этой ассоциации, чувство этой ассоциации, это есть некий тумблер в голове простого обыденного человека, что нас именно держат вот этими осликами, и изменить взгляд на эти вещи, но это уже седьмой технологический уклад, когда мы на все уже смотрим другими глазами. Не общество потребителя, а общество, которое живет для развития человека, для его творчества и так далее. Ну, это фантастика, конечно, но если вы откроете интернет и посмотрите, что такое седьмой технологический уклад, вы тоже измените в себе в голове много полезных вещей. И там лепсескам лекцию послушаете, академика, и сказать, елки, а он же прав. Оказывается, мы, нас просто втянули в какую-то вот болотину, из которой мы выбраться не можем в своих проблемах текущего момента. А вот так взглянуть со стороны и сказать, елки, а это же, ну, только вопрос времени. Десять лет мы проживем, или двадцать лет, но впереди только гибель. — Валерий Николаевич, давайте вернемся в городской думе. — А это городская дума, ты понимаешь? — Не минута, а затем на фламу. У нас будет и все-таки еще пара коротких вопросов. Но чудо произойдет, не произойдет, я имею в виду кардинальное изменение, кардинальное расходное силы. Не произойдет. — Не произойдет. — Не произойдет. — Абсолютно не произойдет. И более того, я думаю, что утратят ряд своих позиций и справедливая Россия, и КПР. — В том числе по количеству мест. — Да, в том числе по количеству мест. — Я думаю, что сыграет свою провокационную роль и коммунистской России, то есть достаточно серьезно. Кстати, у нас было вчера заседание бюро, мы приняли решение предостережения Бомсукова высказать за подыгрывание и обман людей, использование коммунистической идеи. И такое предостережение мы вынесем. — Это, по-моему, не первый раз уже, в адрес коммунистов России. — Они же в прошлом году меня-то опускали ниже Плинтуса. И до сегодняшнего дня судебный процесс идет, восстановление чести и достоинства Турула Валерия Николаевича. И суды тоже окажутся ангажированы там полностью, они просто не слышат наших доказательств, когда они утверждают, что заголовок «Турула призывал к Майдану» является всего лишь мнением чьим-то. Заголовок в газете, что «Турула призывает к Майдану». И судья меня спрашивает, а «Турула действительно к Майдану призывал?» Я говорю, нет, ваша часть, мы митинг проводили против Майдана. А он говорит, митинг был? — Был. А Майдане говорили? — Говорят, а это скрытый призыв у вас был. И признает, что это правильно заголовок идет. Я вообще офигеваю. То есть в данном отношении хотел бы как лучше, да, все на 180 градусов и так во всем. Вот это вот самая ужасная вещь, когда коммунисты России вот этим ледоколом, вот этой вот дискредитации честности, порядочности, они просто выступают ледоколом вот этого. И разрушают, разрушают, разрушают. У меня есть много претензий с коммунистической партией Российской Федерации. Но, в конечном счете, там можно спорить, дискутировать и так далее. А здесь, ну, это что-то ужасное. Что-то крайне... — Много эмоций у вас тратится на коммунистов России. Еще один вопрос перед рекламой. Будущий глава города Кирова. Единороссный, единороссый? — Единороссый. — Ваш прогноз? — Единороссый. — Сто процентов. — Сто процентов. Реклама небольшая. Валерия Турула, гость особого мнения. Продолжим через минуту. Продолжается особое мнение. Валерия Турула у нас остается буквально 10 минут. Перед тем, как перейти от городских выборов к областным, я хочу для разрядки задать следующий вопрос. Валерий Николаевич, памятник Дзержинскому появился в городе. Вы как человек военный, подполковник запаса, подполковник, ракетчик, да? — Да. — Ваша позиция. — Я в декоративной войске. — Довольно серьезную дискуссию в обществе. — Вот смотрите, вы обратили внимание, что последние десятилетия силовые структуры, они приобрели новую окраску. Из либерального цвета, где это не надо, у нас врагов нет и так далее. — Я вас понимаю, да. — Да, последние 10 лет. И в этих десятки лет начали реабилитировать себя отдельное звено. Это бывший комитет государственной безопасности, федеральная служба безопасности, появились новые структуры, появились новые технологии и так далее и тому подобное. Я как-то в шутку сказал, я говорю, вы меня не трогайте, ребята, я уже вырастил три генерала в условиях МВД и два генерала ФСБ. На моих плечах это лежит. Как только нейтрализуете Турула, выращивание генералов закончится. Это шутка, но в этом есть достаточно глубокий смысл, потому что отработаны достаточно серьезные технологии, а не совершенствование этих технологий, свелось к тому, что координация пошла в Росгвардию вот этих сил, которые должны быть независимы, которые любой приказ выполнить, тренировки идут и так далее. — И что там не подсказывает, это еще не последнее начинание. — Да, совершенно правильно. Вы правильно понимаете. И в этом отношении, вот это вот возрождение советских там неких вещей, символов, да, и вы слышали уже, ну буквально два года Путин уже очень активно об этом говорит, очень активно говорит, что Советский Союз это неплохо, Советский Союз, нам бы надо вообще восстановить свою территорию в рамках бывшего Советского Союза. Идут активные переговоры. Евразийская экономическая комиссия создана, т-т-т-т-т-т. Вот они, тенденции пошли. Это, ну только дурак этого не видит. Логично. Тем более правоприемником законодательства неотмененного Совета Советских Социалистических Республик является Российская Федерация. — Да, да, я еще раз говорю об этом. Это очень серьезные вещи. И вот здесь возрождение символа Дзержинского, чести, достоинства, честности, вот это есть своего рода снятие вот этого нехорошего налета на силовиках, который мы за 25 лет имеем. И мы это видим. Нечестность, непорядочность, использование. Я как-то тоже говорил, что я, например, если вижу милиционера на улице, я пытаюсь его обойти. А всегда считали, что это помощь, наоборот, защита и так далее. Вот попытка возродить вот это мнение о силовых структурах как, ну, народных структурах, я думаю, что в этом звене и в этой тенденции памятник Дзержинскому существенно занимает место. — Валерий Николаевич, но ведь память-то людская, она жива. — Ну и что? — Огромное количество людей, которые были подвержены репрессиями, они напрямую обменяют Феликса в том, что он один из родоначальников того самого красного террора. — Да нет, если вы внимательно следили, то красный террор-то был ответом на какой террор? — На белый. — Ну, а что тогда говорить? Надо было что, сидеть тогда и ждать, когда меня убьют? Ну, какая глупость. — Мне кажется, ну, как-то вот меня пнули, я тоже пнула. — Не, подождите, подождите. Белый террор-то начался с того, что с массового убийства лидеров по всей стране и за рубежом. Урельский, Воровский и так далее, там потом все начали убивать. Это была ответная реакция, что-то надо было делать. А если вы уже на то хотите объективно глянуть, ведь именно Дзержинский и Ленин способствовали тому, что когда были арестованы там белогвардейцы в 1918 году, их выпускали под честное слово. — Вы будете еще воевать в советском? — Я говорю, нет. Ну, иди на честное слово. Поэтому о чем мы здесь говорим? Ну, есть некая динамика тех условий, в которых мы находимся. Так мы договоримся с вами, что на войне фашисты находятся, и мы, они нас пнули, а мы не должны ответить, что ли? Ну, какая-то глупость получается. Поэтому я думаю, что вот эти вот эмоциональные верхушечные знания, они должны все же быть погружены в конкретику ситуации. Есть закономерности и законы. Они определяются условиями обстановки. Вот такие были условия обстановки. — В общем, вы за появление. — Конечно, абсолютно. Дорогие мои, ничего не может быть нового в будущем, если мы не будем основываться на чем-то старом. И когда вот мы сейчас перед эфиром с вами, тебя не было, ты где-то отсюда с девчонками разговаривали. — Девчонки — это наши коллеги, Валерий Николаевич. — Да, да. И они говорят, ну как же так, Валерий Николаевич, нельзя тянуть в старое. Я говорю, а вы понимаете, что мы уже жили в будущем? Это просто мы опережали мне. Ну, Советский Союз, не надо говорить о Советском Союзе, не надо о возрождении Советского Союза, это было плохо и так далее. Нет, дорогие мои, мы жили уже в будущем. Это нас кинули в прошлое, и сегодня это будущее рисуется тем, что Евросоюз — это повторение было по модели, которая была в Советском Союзе. Другое дело, что они не учитывают там неких экономических особенностей, но это уже другой вопрос, а не сегодняшнего эфира. Поэтому, подводя итог, я думаю, что и будет еще и появится еще один памятник напротив октября. — На Лубянку верну? — Нет, не на Лубянку, я имею в виду у нас в Кирове. Я далеко не иду, я все же скромнее рассматриваю. То есть появится памятник Сталину, где он раньше стоял, напротив кинотеатра «Октябрь». — Хорошо, давайте не закончим еще один вопрос. Просто многих резонуло еще и то, что на открытии памятника Дзержинскому выступал в том числе и в Рио. Знаете, это как-то вот все в одну череду сошлось торжественных открытий, перерезание ленточек, памятник Грину, открытие, там еще и то чего, и тут памятник Дзержинскому — бац! — Многие не поняли, почему первое лицо Легиона? — Нет, вот смотрите, я думаю, что Игорь Владимирович, он ведет в данном отношении, не знаю, сам это или кто-то ему подсказал, но в любом случае это выглядит очень мудро. — Мудро? — Конечно, мудро. Потому что Грин — это ряд культурных условий. Там еще какой-то памятник — это другой слой. — Он там сказал о том, что жизнь Феликса тоже своего рода окутана романтизмом. — Да-да-да, слушайте внимательно, и Дзержинский же у нас сидел, и побег устраивал он от нас отсюда. Вот, то в данном отношении за Дзержинским, за этим символом, тоже стоит достаточно большой слой. Достаточно большой слой населения. А мы же о чем сейчас говорим? О выборах, да? — О выборах. — О выборах. Поэтому, ребята, ну, надо правильно понимать эти вещи, и было бы глупо сказать Васильеву, что это плохо и так далее, и сразу потенциальные голоса... — Да не, может, это было закрытым мероприятием. — Нет, нет, нет. — А его невозможно было сделать закрытым. — Это действительно событие. — Дворик-то там закрытый на Ленинде? — Нет, дворик, да, событие не закроешь. Это, я же вчера уточнял эту ситуацию, у нас есть товарищи, которые сдавали деньги, я говорю, а кто финансировал? Сан Саныч Вильджанин говорит, это мы, говорит, чекисты, собирали деньги, всё. — На памятник? — Да. — Подождите, анонсировано, что это издательский дом крепостного. — Слушайте ещё раз внимательно, мы, говорит, собирали эти деньги, поэтому это целый слой чекистов, причём вот он, ему уже 90, помните, я говорил, это один из кандидатов в депутаты, честнейший человек, которым терять уже нечего, и мы говорили, что он в Думе будет контролировать, чтобы решения принимались за народ, а не против народа. Это серьёзнейшая функция, и купить его уже нельзя, он уже прожил свою жизнь фактически, да. Так вот он говорит, что мы забирали, и слой-то какой? КГБ, он в НКВД ещё служил, НКВД, КГБ, ФСБ. О, какой слой силовиков. Поэтому ты меня извини сказать, что это вот так, да. Зайдите, пожалуйста, в любой кабинет чекистов. Чей там портрет? — Слава Богу, не доведётся? — Не, ну, мне доводилось. — Доводилось? — Доводилось. — Романтика там? Нет, другая там. — Нет, ну, кладут передо мной вот такую папку документов, Валерий Николаевич, да, это ваше дело. И говорят, дадут отмашку, мы любое дело сфабрикуем. Честно, откровенно говорят, дадут отмашку. Вопрос только времени. — А, честнейшие люди. — Да, честнейшие люди. — Минута до конца, Валерий Николаевич, минута как раз на губернаторские выборы. Всероссийский Центр изучения общественного мнения опубликовал данный опрос, проведённый с 10 по 20 августа на территории нашего региона. Итак, что же выяснилось? Согласно этим данным, почти 59% на губернаторских выборах наберёт Васильев, достанутся Мамайему 20 с небольшим процентов, Черкасов 16,5, и Барсуков ухватит своих почти 2%. — Ещё раз, сколько Васильеву? — Почти 59. Ну, 58,3%. — Ну, прогнозировать это, наверное, не самое лучшее, всегда мы говорим, да, тем более в такой ситуации, где условиями кто-то управляет определёнными условиями, там корреляционная функция, она может существенно выдать результат неожиданный, в зависимости на какие условия будут осуществлены воздействия. — Так вот, если у нас всё получится, наша задача, вообще-то, чтобы Васильев победил, он победит объективно, победит. — Всё, победит? — Да, победит. — Вы согласны. Независимо от какой процент, не обсуждая обращать, он победит. — Да, вот что-то не делает, да, он победит. Но задача заключается в том, чтобы всё же поставить под сомнение легитимность ниже 50%. Вот если это так будет, ну, я думаю, что это будет серьёзно. — Когда мы об этом узнаем, что Вы успешно поставили под сомнение легитимность этих выборов? — Да, вот в понедельник и узнаем. — В понедельник и узнаем. — Хорошо. Кстати, да, действительно договариваемся на понедельник, 11 число. Безусловно, дневной разворот у нас, я думаю, что оба даже часа будут посвящены уже итогам выборов, там уже результаты будут первые известны. Я что-то не припомню случая, когда первые результаты кардинально отличались от того, что будет потом уже официально. — Более того, я не помню того, что первые результаты, которые в течение часа поступали, чтобы они кардинально изменялись, тоже такого не помню. — Так что ждём Вас в качестве эксперта. — Да нет вопросов. — Да, в понедельник уже. Спасибо большое, Валерий Путурул. На этом особое мнение завершается. До свидания. — И Вам. Спасибо и до свидания.